Поделюсь новостями. В память о шутинге у нас в универе открыли. Крест. Хотят часовню. Я пришла, снимала, стремила и дважды вернула ректора к микрофону. Выглядел он неловко. Но я жутко пересралась и сегодня ночью чуть не свалила в Казахстан. А-а-а. Скажите, что оно того стоило? Я дико стрессую. Оно бы того стоило, если бы ты в итоге все-таки свалила в Казахстан. А так хуй его знает, если честно. Динар, спасибо за донат. Закончи, пожалуйста, мысль. Я готова прислушаться. Почему лучше уезжать, кроме вопроса налогов? Я мазохист? Определенно. Но проговорите мне, пожалуйста. Я торможу. Во-первых, я не очень понял тейк про налоги, потому что как раз налоги – это то немногое, что в России более-менее норм. Точно не то, из-за чего стоит из России уезжать. В большинстве мест будет хуже. Налоги – это, я бы, скажем, последний из проблем. Нет. Если у тебя есть однозначная позиция, типа я однозначно уезжаю или я однозначно остаюсь, вопросов никаких. Если ты находишься в подвешенном состоянии, типа ну уезжать или нет, я советую уезжать по одной простой причине. Умные ребята тем отличаются, что они, если есть выбор между двумя какими-то путями, они выбирают тот путь, за которым будущее. Вот никакого светлого будущего у России нет. И у тебя в этой России тоже. Потому что это страна-изгой, страна-изолированная от мира, от банковских переводов и запретов в интернете до законов, по которым в любой момент ты можешь сесть, даже ничего не нарушая. Сейчас все плохо, и есть очень недурственное ощущение, что дальше будет только хуже. Что 22-й год мы еще будем вспоминать со слезами ностальгии, думать, а помните, как было, помните, нам казалось, что вот это вот ужас, что вот это очень плохо. Как мы сейчас про 2020 вспоминаем. Помните, был такой ковид? Вот. То есть, если для тебя есть размышления на тему уезжать или нет, то я за рассудочные доводы. Что тебя ждет в России в ближайшие годы? Страна, которая живет без закона, то есть, ну это просто торжество беззакония. Это страна, которая будет наводнена криминалом. Это страна, в которую уже сейчас возвращаются искалеченные войной люди с повернутой психикой, получившие опыт обращения с оружием, опыт безнаказанности, убийства и насилия, которые больше ничего в своей жизни не умеют. Вопрос, вы, ну, типа, правда думаете, что они будут тихими, спокойными членами общества? Таких людей сотни тысяч будут. Сотни тысяч. И это в лучшем случае. Как думаешь, будет ли вторая мобилизация? Да, будет 100% вопрос, она будет объявлена или ползучая. Потому что напоминаю, что для того, чтобы сейчас начать людей упаковать пачками, отправлять в армию, не надо объявлять никакую мобилизацию. Предыдущая мобилизация не окончена официально. На что все обратили внимание еще тогда. Да, президент такой. Значит, чтобы ввести мобилизацию, мы подписываем указ, а вот потом я сказал, что она закончена, и верьте мне на слово. А указа о том, что она окончена, не будет. И мы в этом моменте такие, ага. То есть, в следующий раз никакого указа можно не ждать. Просто вот ее могут возобновить, никому не говоря. Будет вторая мобилизация, ребят, 100%. Будут ли искать за границей? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok